Все подписчики моего канала и просто любители карты Оракула Полной Луны, сегодня мы будем смотреть расклад, который можно выбрать для индивидуальной консультации. Как вернуть мужчину и вернется ли он. Итак, мужчина. Что он из себя представляет? Так, смотрите, у нас мужчина стабильный, мужчина такой, который говорит очень много комплиментов, мужчина нравится женщинам, любит, любит производить впечатление, может быть милым, может быть таким обаятельным, да, но мужчина, который все время находится в душевных муках, да, мужчина, который мечтает о любви, которого мучают вот эти вот моменты непонимания, он хочет знать какой-то идеальной любви, и он думает, что если он вам говорит много комплиментов, то в этом и есть смысл этой любви. Вы как личность, вы как личность борец по жизни, завоеватель, воин, я бы так сказала, да, то есть очень сильная личность и очень легкий на подъем, да, то есть вы не сидите на месте, вы всегда стремитесь что-то делать, вы действуете, да, то есть если мужчина мучается и ничего не предпринимает, то вы действуете. Что между вами на данном этапе? Хитрость, проявление какой-то, знаете, хитрости, связанной с молчанием, то есть манипулирование своеобразное друг другом через молчание, да, то есть каждый, каждый пытается, знаете, сманипулировать, все, я ухожу, я тебя бросаю, там я нашел себе другую, или вы там нашла себе другого, да, как бы, чтобы подергать друг друга за нервы, сейчас у вас вот такой период молчания, и это может быть длительная такая ситуация, то есть вы годами можете играть вот в эти игры, то есть мужчине скучно, у него душевные муки, он может вас дергать за веревочки. Так, суть конфликта или разрыва. Вам надоело, скажем, знаете, такое состояние, может быть, униженности, или то, что у вас вот пытаются, а у вас ноги вытереть, да, и причем это все стабильно, то есть не меняется, то есть нету какого-то такого четкого состояния, да, постоянная развилка, то вы его унижаете, то он вас унижает, и у вас вот все вот это вот на одном месте. Так, его сильные стороны, эти мужчины, двойственные, да, смотрите, вот опять же, одержимый бесами, одержимый сущностями какими-то, одержимый вот этими подселенцами, да, то есть человек, который вообще не соображает, что делать, да, вот он мужского пола. Такой мужчина, и мужчина, который пытается заманить свои сети, он, знаете, он как паук заманивает свои сети, такие сладкими словами, речами, да, скажем так, женщин, то есть вот такой вот мужчина. Так, его слабые стороны. он, смотрите, подкаблучник в собственной семье, у родителей, у папы, у мамы. Слабые стороны в том, что он избалован, богат, ему скучно, и вот он занимается такой ерундой, и то, что, знаете, вот человек вот не меняется, да, то есть вы его хоть как обходите стороной, то только если вот вода камень точит, и то это будет длительный период, чтобы до него что-то донести. Он слышит только себя. Что ему нравится в ваших отношениях? Ему нравятся, знаете, какие-то тайны, связанные с вашим родом, с семьями, да, с разным воспитанием, с менталитетом. Нравятся какие-то перспективы на будущее. Он надеется, что здесь будут части. И проявление эгоизма, то есть вот такое перетягивание каната. Что ему не нравится? Не нравятся какие-то иллюзии с фантазиями, в которых он живет. Игры какие-то не нравятся, да, то есть ему уже хочется на что-то перейти как-то другое. И не нравится, что вы очень резко меняетесь в настроении. То вы ему говорите о любви, а то вы прям начинаете просто его посылать, да, то есть он не успевает подстроиться. Какие качества ему прививала мама по отношению к женщинам? Ну, я бы так сказала, что женщины – это такие существа, которые могут играть на два фронта. Что женщины могут изменять, что женщины могут предавать, что женщины холодны, мечтательны, и женщины – мастерицы в вопросе того, как обмануть мужчину, да. Так, его отношение к женщинам, каково он на самом деле. Он считает, что женщины, знаете, готовы у него украсть деньги. Вот женщинам только нужны деньги, ему с ними скучно, и он достаточно холоден к женщинам, да. То есть вот он о себе такого мнения. Он царь очень приятный царь, и все его любят только за деньги. Так, его чувства. Ну, все чувства направлены на любовь к вам, на страсть, на секс. Почему он как бы строит с вами мосты? Потому что вот он хочет опекать, оберегать, заботиться, да. То есть в единственный этап, который вот он целенаправленно идет. Его мысли. В мыслях, что у него есть такие радужные надежды на то, что все-таки вы проявите инициативу, а он у вас бац, бумеранганг, знаете, скажет, да пошла ты. Ну, то есть он как бы вот уже не знает, как вами манипулировать, да. Хочет ли он вернуться сам. Так, переживает, наблюдает, считает, что все это бесполезно, считает, что у него не получается добиться того, что хочет он. Стоит ли его возвращать? Да, на самом деле он, знаете, он такой, как этот подарок. Он появится сам. Вы можете себе сидеть и мечтать, как он вам напишет. То есть напрягаться даже не стоит. Как его вернуть на самом деле? Ну, надо быть маленьким ребенком. Нужно быть проще, да, и люди к вам потянутся. Я еще скажу так, его судьба вернет, карма, да, то есть наказание. То есть вы его наказание в этой жизни. То есть вы его такой кармический партнер, который вот его эгоизм прорабатывает. Потому что, видите, у него такое отторжение к женщинам, он не верил в любовь. Он считал, что все женщины любят его только за деньги, а вам ничего не нужно, ни любовь, ни деньги. И он тоже в том числе, да. И вот это вот его задевает, его это коробит, и он возвращается и возвращается. Поэтому тут напрягаться, что-то делать совершенно не нужно. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию. Субтитры сделал DimaTorzok